Здравствуйте, а что происходит? Поверно, привет. В конкуренте происходит кто? Это случилось? Ничего не случилось. В смысле, да? Новогодний праздник открытой России начался с полицейского рейда. Сотрудники открытки пригласили на мероприятия правозащитников, активистов и бывших политзаключенных. Но кроме них на праздник пришли сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом и сотрудники Роспотребнадзора. Полицейские толпой ворвались в здание и требовали, чтобы все посетители мероприятия надели маски с перчатками и соблюдали социальную дистанцию. Нет, нам никто не давал. Подписывайтесь на служебное удостоверение. Статья пятая закона о полиции. Если вы сотрудник, если нет, то вы бандит какой-то, который ломится в закрытой двери. Мероприятие проходило в баре, который принадлежит либертарианцу Михаилу Светову. Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом проверяли служебные помещения и залы, где сотрудники открытки подводили политические итоги года. По словам полицейских, такие проверки проводятся в каждом заведении Москвы. Но организаторы уверены, эту проверку провели специально, чтобы сорвать мероприятие. На основании того, что у нас новая инфекция, ковид, называется, 19, то есть, соответственно, все мероприятия массовые, они как таковы требуют определенных... Этих людей, даже в масках, я узнаю. Тут есть один человек, я не знаю его имени, но первый раз я его увидела на обысках, которые были в открытой России в 2017 году, когда я перед муниципальными выборами. Мне кажется, что их задача – это просто сорвать наше мероприятие. Документы, пожалуйста, сотрудникам полиции передать для составления административного протокола. Забрали мы паспорт, не хотят его возвращать абсолютно, не имея на это никаких юридических оснований. Отпусти трансляцию, диалокацию, на всякий случай. Потому что мужчинам в черном доверять нельзя. Несколько человек задержали под предлогом того, что они отказались надеть маски. У всех остальных полицейские и сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом переписывали на выходе паспортные данные. Без этого из помещения не выпускали. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва. Александр Уяков, Медомедов, Москва. Продолжение следует...